Продолжение следует... Продолжение следует... Мы в очередной раз с ней встретились. И он говорит, а кем вы хотите быть? Ну, Гагарин тогда в космос полетел. Ну, мои братья, естественно, хотим быть космонавтами. Он говорит, ну, старайтесь, может быть, у вас получится. А ты кем хочешь стать? Просил он на меня. Я говорю, я вообще-то хочу стать художником. Художником потом. Ученым. И он на меня посмотрел и говорит, ты будешь ученым. То есть, наше предназначение, оно у нас скрыто, и мы его чувствуем. Я помню, у меня было как видение, что со временем я буду как бы философом, буду ученым. И у меня многие будут спрашивать совета, а я как бы сижу в темноте, меня никто не видит. И я понял, что это, скажем так, определенная известность, что без официального статуса. Потом как-то девушка, пациентка, на приеме сказала, а можно я попробую посмотреть вашу астрологическую карту? Я говорю, да, пожалуйста. И она мне любопытную фразу сказала. Она говорит, в этой жизни вам нельзя быть официальным лидером, занимать высокое положение в обществе. Я говорю, почему? Она говорит, ну, вы в прошлых жизнях имели очень высокое положение, и нельзя постоянно находиться в этом состоянии, нужно где-то быть, менять ситуацию. Она говорит, вы можете быть лидером, но теневым. Как-то это все совпадало, складывалось общую картину. Но еще раз хочу сказать, каждый из нас чувствует свое предназначение, и его может реализовать. И вот главное условие, как его реализовать. Продолжение следует... Продолжение следует...